Друзья, здравствуйте. В эфире программа «Аргумент». С вами я, Тала Калатай и Михаил Шейтельман. Михаил, добрый вечер. Михаил, сейчас много ходят слухов, домыслов, разной информации из официальных источников, неофициальных, о том, что Путин, значит, сказал Герасимову, вернее, поручил захватить Донбасс до марта месяца. Ну, как минимум, это смешно, они его там до мая захватывают, то еще до какого-то времени. Почему он до сих пор верит в то, что ему, видимо, рассказывают, что на фронте без проблем, что потерь нет и так далее? Чтобы ему такую информацию, чтобы не злить, приносят. В общем, с чем это связано? Почему теперь до весны? Да. Во-первых, я сразу скажу прям зрителям одно почти неприличное слово, ну, так в рамках приличия, да, что это полная херня вообще. В том смысле, что, конечно же, никто никому никаких приказов, скорее всего, не отдавал на марта захватить, это раз. Если бы отдавал, то никто бы об этом не знал, это два. А если бы он даже отдавал, то он сам бы понимал, что это все херня. Потому что, ну, вы совершенно правильно отметили, мы это слышали уже как в мае они должны были захватить, в июне, в июле. Каждый месяц мы это слышим, поэтому это все каждый месяц. Откуда берется такая информация? Всего бывает два вида источников такого рода информации. Первый – это когда какой-нибудь человек это придумывает на ходу, потому что ему хочется немножко славы получить свои две секунды, что вот он сообщил важную новость. Ну, например, была целая история за последнюю неделю с Иларионовым, который насочинял там прямо горы, да, всего. Но это, ладно, это отдельно можем разобрать, там интересно все достаточно. Но чаще всего, ну, то есть и вторая, второй, извините, второй способ – это когда специально, конечно, из России такое вбрасывается. Россияне не дремлют, они вбрасывают постоянно все эти страшные истории. Все, держите меня 40 человек, иначе до марта я вас обязательно. Это и чтобы нас немножко запугать. Вы помните, да, как мы серьезно ждали в апреле и мае вот это массовое, самое главное генеральное наступление России на Донбассе. Ну, мы же его ждали, они же о нем объявили. Ну, как бы мы не дождались. А каждый день, каждый день. Мы еще ждали генерального штурма Киева, каждый день, каждый день тоже были. Все, сегодня точно генеральный штурм Киева. Тоже россияне вбрасывали. Это одна часть, чтобы на нас воздействовать. А вторая – это воздействие на Запад, что смотрите, ну все, держитесь, последний шанс. Ну, прямо сейчас заключайте с нами мир, потому что ну все, иначе мы к марту уже возьмем Донбасс. Ну, вот и все. А насчет того, что Путин что-то не знает, он все знает. Все он знает, слушайте. Ну, он, конечно, как бы идиот, но не настолько, да, не дебил. Он спокойно может залезть в интернет, посмотреть новости. Наверняка у него есть, извините, такой телевизор, который показывает со спутника, где стоят его войска. Он знает, где Донбасс. Он, кстати, знает, вот мне говорили в начале войны, помню, многие, что от него скрывают. Помните? Ну, это было прям популярно. Да, вот что ему в папочках приносят, а в интернет он не входит, да. Представьте себе, ну, представьте на секунду, что, например, в интернет он не входит. Ну, может быть, да, может и не входит, мало ли. Но вы знаете, что он точно знает, он умеет пользоваться календарем. Я почему-то уверен. Если он знает, что за окном смены дня и ночи, что прошло 320 дней с начала войны, не 8, не 3, а 320, а ему рассказывали, что это мы захватим за 3 дня, это за месяц, ну, вот это он точно все знает, точно. Человек, который умеет считать деньги, а никто в мире, как Путин, не умеет лучше. Просто никто, да. Человек самый богатый в мире, поэтому он больше всего посчитал. Он умеет считать и время тоже. И он все тоже посчитал. Смотрите, давайте тогда все-таки перейдем к Иларионову. Вот он вообще страшилку рассказал. Вот вообще страшилку рассказал. Плюс проходят сейчас учения на территории Беларуси. И авиация в том числе задействована. Да, мы знаем, что ракетные удары, что они творят на территории Украины. Давайте тогда вот, что тогда хотел, что за месседж словно нам Андрей Иларионов? Я очень надеюсь, честно вам скажу, что вот эта история с Иларионовым, что это все с его точки, ну, как бы сказать, без злого умысла сделано. Я надеюсь, да? Что его использовали, а не он, соучастник. Но это спецоперация информационная, российская, абсолютно точно. И у меня есть к тому странные, ну, косвенные, но странные такие доказательства. Я вам сейчас их прямо несколько изложу подряд. Мне повезло, я не слушал Илариона в прямом эфире. И я не знал, что он все это вот это рассказал. И вот 15-го числа, это было, значит, у нас воскресенье 15-го, я выхожу в эфир свой на своем канале, вот, и у меня начинают писать сообщения, месседжи. А я знаю, что у меня всегда все месседжи начинаются с того, что люди пишут, откуда они и так далее, ну, то есть все по стандарту. И вдруг 150 сообщений одинаковых. А что вы скажете о том, что сказала Иларионов? Так не бывает просто так. Ну, в смысле, вот случайно 150 человек одновременно вдруг заинтересовались тем, что сказал Иларионов? Ну, я знаю, так не бывает. Очевидно, что боты, да? Когда там какая-то есть горячая тема, бывает, что ко мне заходят боты чьи-то и начинают разогревать какую-то тему. Боты. Подумал я, чего-то там про Иларионову. Ну, ладно. Дальше меня спросили зрители, а что вы думаете про Иларионовского? А я не слышал, что он сказал. Я говорю, слушайте, я Иларионову слушал сто раз. Я знаю следующее про него точно. Уже не за время войны, а за последние 20 лет. Это экономист. Экономист. Когда он говорит про то, сколько будет процентная ставка, я готов его слушать. Когда он говорит, какие войска откуда будут наступать, это все чушь. Мало ли что, человек сболтнул. Сказал я, не слышав его текст. Подразумеваю, что нет здесь никакого злого умысла, но мало ли что, там человек предсказал. А вот дальше я уже посмотрел, собственно, оригинал, первоисточник. И дальше я смотрю, значит, вышло это интервью Александру Шелесту 13 января. В пятницу. Ладно, пятница 13, это не про кино, но пятница 13 января. Что у нас еще произошло в пятницу 13 января? Я вас удивлю. В пятницу 13 января Александр Шелест объявлен в России иностранным агентом. В этот же самый день. Когда выходит интервью Илариона. Александр Шелест, я у него специально спросил, опять-таки, он у меня брал интервью, а я решил начать. Я говорю, знаете, давайте начнем с того, что я буду задавать. Здесь вопросы задаю я. Я говорю, скажите, это вас объявили иностранным агентом? Потому что, знаете, когда написано в списке Александр Шелест, ну, в России, мало ли там Александр Шелестов, да? Я хотел еще убедиться, что это он говорит. Да, меня, вот и так далее. Я, говорит, сам удивлен, потому что, как сказал Александр, я, говорит, в России ни разу в жизни не был вообще никогда. Вот, поэтому до этого объявляли Гордона и еще кого-то из Украины. То есть людей, которые не имеют отношения к России, не являются гражданами и так далее. Но тут человек никогда не был в России. Ну, представьте, если начать объявлять иностранными агентами тех, кто никогда не был в России, тут можно докуда дойти. Дальше смотрю я это интервью. На нем 750 тысяч просмотров было в этот момент. Я вам скажу, для сравнения, следующее интервью Шелеста за последние месяцы долгие набрало там 300 тысяч. Да, у него есть и больше, ну, там, в начале войны какие-то больше. Но вот за последние месяцы у него 300 тысяч было массово, а сейчас 700 тысяч вдруг вот уйдрем. А это мне говорит об одном, что кто-то это раскрутил. Ну, мы же можем, да, разместить рекламу, раскрутить и так далее, распихать по пабликам, по телеграм-каналам. Окей. Дальше читаю комменты. Понимаете, тут целая картина собирается. Читаю комменты. Когда интервью с известным человеком, типа Иларионова, то, как правило, все первые комменты, самые массовые, с наибольшим количеством лайков, они двух типов. Либо Иларионов мой любимчик, я так обожаю его слушать, я всегда его везде слушаю. Это тип номер один. И тип номер два, Иларионов конченый негодяй, зачем он берет с ним интервью? Ну, это всегда так. Я это всегда знаю. Других не бывает. Все остальные содержательные. Хочешь содержательные, иди дальше. А здесь первые пять комментов главных, то есть на которых тысяча лайков, да, на комменте. Какие политики, все дураки, сволочи, негодяи. Все политики. Развязали войну, надо срочно заканчивать. И вот пять комментов в таком духе. То есть, внимание, а теперь я перевожу Иларионову кто-то дал вот это все. Зачем он это говорил? Может, ему это преподали как «Ой, да, мне дали право рассказать эту сенсацию», выходит и рассказывает. Но для чего Россия это использует? Это вот то самое запугивание. То есть, вот, смотрите, говорит Россия Западу. Мы сейчас начнем с самой массированной атакой. Я уже сказал, 600 тысяч. С самым современным оружием. Одновременно с четырех направлений. Одессу возьмем десантом, морским десантом. Из Новороссийской уже вышли корабли. Львов отрежем. Вы же помните, да, все вот эти жути. Они будут на самом современном вооружении, как тогда в марте. Вот вся вот эта апокалипсис. Просто апокалипсис картина. И Запад должен испугаться и сказать, что надо заключать мир. Потому что вот, люди хотят, вот же написано, политика со спец ума. Вот такая простая операция. Почему использовали именно Иларионова? Потому что он американец. Уже 20 лет. Потому что он работал в институте КАТО. Это очень уважаемый институт. Ну, по крайней мере, там, 20-21 год он работал в КАТО институте. А сейчас он, правда, служит в каком-то левом сингтенке, который может оказаться и российским. Ну, в смысле, российским агентом. Я не знаю. Я не про Иларионова, я про институт этот. Потому что он такой, малоизвестный, прямо скажем. Вашингтонский какой-то сингтенк. Вот я думаю, что это российская спецоперация в чистом виде. И она достаточно удалась. Посмотрите, вот вы меня сегодня спрашиваете, хотя прошло уже много дней, да, с этого момента. Хотя, если, а теперь посмотреть на суть высказывания Иларионова. Ну, это же просто бред собачий. Объясняю. Значит, какой десант? На чем вы собираетесь высаживать? Вы воскресите крейсер «Москва» и его моряков? Это черная жемчужина, блин, с этого самого, с «Пиратов Карибского моря», который всплывет, и бессмертные моряки будут прикрывать при помощи ПВО высадку десанта? Они почему не высадили десант в Одессе? Потому что мы крейсер «Москва» утопили. А на чем они поплывут? На утонувшем в Вердянске большом десантном корабле и еще двух, которые с трудом уволокли в Севастополь? Или на чем? Так их тоже надо с дна морского как-то поднять вместе с командой. А команду они какую? Зомби поселят? Потому что те, которые морская пехота, они полегли все под Херсоном, как мы знаем, во главе с замом командования, с заместителем командира Черноморского флота. Полег в степях под Херсоном. Кого они собираются высаживать? Они поедут на самых современных вооружениях. А где они их возьмут? Они за это время построят еще 3000 танков самых современных? Да, кстати, недавно Т-90 уничтожили, буквально вчера, сегодня. Это один Т-90. Они приехали на самых современных реальных танках. У них были все самые современные из того, что у них есть, вооружения, когда они просто наступали с пяти направлений или с восьми одновременно. У них были все СЗО, артиллерия, все эти крупнокалиберные пушки. У них были самолеты с вертолетами. Так мы сбили по 280 самолетов и вертолетов, и 3000 танков, и 6000 БМП, и 15000 грузовиков. В смысле? На чего вы собираетесь ехать? У них просто ничего этого нет вообще физически. Поэтому это откровенная ахинея. Прямо ахинея про какие-то морские десанты, одновременные удары. А уж это отрежут сейчас Львов и все, вот там перережут. Так это, извините, на последнем издыхании Российская империя в 16-м году предприняла Брусиловский прорыв, если кто-нибудь помнит. Там было задействовано немного людей. Погибло там 2,5 миллиона человек, примерно, во время Брусиловского прорыва. Ну, вместе с двух сторон. Со стороны России и Австро-Венгрии в Союзе с Германией. 2,5 миллиона погибших. Результатом этой сверхоперации, известной как огромная операция, был захват Ковеля и Луцка. Понимаете? Это было наркотик. А не до Львова, не до Ковеля и Луцка, это 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Поэтому вот это отрезать Украину вот так, ну, это их такие влажные мечты, ну, это нужно не 600 тысяч. И вот. Поэтому то, что содержательная часть полный бред, это понятно. Все это выглядит как вот такая интересная операция. Да, поэтому, извините, что у меня накипело. Я просто думал долго и собирал все эти факты. Вам первый, заметьте, это говорю, первый. Это очень хорошо, что вам накипело. Я прям очень рада, что вам накипело. Михаил, тогда вот мне вспоминается, что буквально вчера-позавчера Эрдоган предложил опять-таки выступить с посредником в переговорах, чтобы локализовать этот конфликт. Вот буквально после ракеты в Днепре прозвучали вот слова Эрдогана. Где-то может быть синхронно, могу путаться в датах. Опять-таки, почему он опять, понятно, мы очень благодарны Турции и за зерновое соглашение, и за то, что она действительно на стороне света, как говорится, она с нами, но почему Эрдоган вдруг опять-таки второй или третий раз он уже выступает с предложением вот этих переговоров? Он не вдруг, он ни разу не останавливался за всю войну, у него есть целые отделы, которые прям занимаются этими переговорами, в результате, кстати, не только зерновая сделка, но и сделка по обмену Медведчука на... А пленными, он же помогает еще и с пленным, да, возвращать, простите, забыл. Сделка обмен, по-моему, там чего-то 200 на 800 или что-то такое, причем, в смысле мы получим 800, и это тоже Турция, поэтому много чего. А отдельно Байрактар, да, как бы мы без Байрактаров остановили наступление, а отдельно бронетранспортеры, свеженькие, новенькие, прямо сейчас приезжают каждый день, да, турецкие, поэтому все это есть и все это параллельные процессы. Да, Эрдоган хочет стать тем, кто закончит эту войну, вот прямо он этим хочет стать, потому что он понимает, что тот, кто закончит эту войну, получит сразу такой огромный бонус политический, прямо вот всемирный политический бонус. Я думаю, что вряд ли даже его интересует, как такого, знаете, он идейный, он человек реально идейный, да, он сидел в тюрьме, например, в отличие от всяких там Путиных, за идейные, в смысле, по идейным соображениям, сидел за то, что читал какие-то поэмы, знаете, да, вслух, будучи мэром, там, мэром Стамбула или замом мэра, он читал вслух поэмы, которые запрещены, там, да, в Турции и так далее, за что садился в тюрьму. Это перед тем, как стать премьером и президентом. Он не ради, там, чинов наград и Нобелевских премий, а ради того, чтобы, да, стать вот великим политическим лидером. И рано или поздно эту войну закончить, я думаю, в смысле, он будет тем, вот при ком будет подписано, я думаю, мирное соглашение, какое-то перемирие, неважно, когда-нибудь, но не сейчас, а сейчас он просто делает рабочие шаги в этом направлении, называется рабочие шаги. Да, мы сейчас не можем закончить войну, но они сейчас идут речь по какой-то гуманитарный коридор, через который каких-то мирных жителей кто-то куда-то выведет, это тоже, он постоянно этим занимается. Он точно понимает, и, кстати, он, по-моему, в пятницу где-то сказал, что я, говорит, знаю, что я говорю, что сейчас соглашение полное, невозможно. Он это сказал прямым текстом. А одновременно его официальный представитель сказал, мы стремимся к тому, чтобы заключить такое соглашение. Но он в тот же день сказал, нет, невозможно. Он все трезво понимает, это рабочий процесс, и тут нет, он не давит на нас, я уверен, никак, потому что он несколько раз повторил главный тезис. После вывода всех войск со всех территорий, включая Крым. Он это сказал в лицо Путина, в том числе. Да, но я не устаю благодарить Турцию за то, как она помогает Украине. И еще вот хочется с вами обсудить, Янукович всплыл опять, ну, ему опять он арестован пока что заочно, но вот Российская Федерация, в Российской Федерации вдруг и Янукович, и Азаров, и Медведчук заговорили о каком-то альтернативном правительстве. Михаил, для чего это все? Неужели непонятно, что Юнаковича раз выгнали вместе с Азаровым, Медведчука хорошо хоть использовали в целях прекрасных, вернули наших ребят. Для чего это организовывается, это правительство, для кого оно организовывается? Насчет правительства я как бы даже немножко в некоторых сомнениях, я вот в каком смысле, ну, Янукович, кстати, трижды, у него прям как положено, все три раза, да, успел прокричать петух в случае Януковича, его сначала в 2004, потом, значит, в 2013, а потом он же был в Минске 24 февраля, и еще раз его прогнали снова, поэтому Янукович уже как бы совсем комического плана, актер в этом смысле, а вот Медведчук пока нет, хотя мы его видели, прямо скажем, практически без одежды, чего уж там теперь, да, говорите о нем, вот, мы видели в костюме Саддама Хусейна, помните, когда поймали Саддама Хусейна, он выглядит как вот Медведчук, только его повесили сразу, а мы не стали вешать, потому что нам нужны были наши бойцы, вот, но, давайте так, по-моему, главный текст, я просто честно не слышал, возможно, где-то упустил, что сказал Янукович, именно Янукович, но, я читал статью Медведчука, она опубликована в газете «Известия», газете «Известия» за время всей войны в нашем информационном поле она всплывала всего два раза, вот сейчас второй. Первый раз она всплывала, когда была статья Кириенко, Сергея Кириенко, которая потом исчезла, помните, опубликовалась и исчезла, Кириенко, именно «Известия», потому что известно, что Патрушев публикует свои статьи в газете «Аргументы и факты», а вот в «Известиях» публикуют только те, почему «Аргументы и факты», потому что это мэрии Москвы владелец, соответственно, Патрушев и Савянин одна банда, а другая банда это Ковальчуки и Кириенко, и у них газета «Известия», принадлежащая Ковальчукам, то есть точно совершенно, что история с Медведчуком это история администрации президента, Ковальчуки, Кириенко, администрации президента России, не какие-то другие крылья, а вот именно это крыло, готовит такой, да, запасной вариант под названием, они сейчас будут тоже убеждать Запад, но они все время в чем-то пытаются Запад убедить, найти, сейчас какая главная цель, давайте, вот администрации президента России, там есть отдельно Шойгу, который должен воевать с Герасимовым, там, Суровикиным, а вот эти люди должны уговорить Запад как-то перестать нас поддерживать, заставить на нас надавить, чтобы мы подписались под то, что вот как сейчас идет линия размежевания, так и будет. Запад, например, говорит, пошли вы все туда-сюда, не будем вы ничего с вами делать, тогда они говорят, а давайте мы тогда не будем включать в состав России все эти Херсонские области, Запорожские, даже ЛНР-ДНР, давайте мы сделаем там просто вторую Украину, ну вот есть Украинская Федеративная Республика Украина и Украинская Демократическая Республика, ФРГ и ГДР, ну вот, или как они там все время, Южная и Северная Корея, вот это вот, да, у них там 38-я параллель, кстати, знаете, да, что у нас 38-й меридиан как раз проходит по Донбассу, что интересно, то есть можно тоже как бы вот, я однажды сболтнул случайно, когда меня спросили, а как вариант с 38-й параллелью, говорю, ну в нашем случае будет 38-й меридиан, сказал, я не глядя, ну так, примерно прикинув, сколько у нас от Гринвича, навскидку, а потом я посмотрел, ну ровно между Луганском и Донецком 38-й меридиан, вот Донецк уже как бы слева, Луганск справа, вот, ну и они предлагают, рассматривают, они готовят разные варианты, у них варианты есть на столе для того, чтобы иметь возможность, пока у них же есть неофициальные контакты с Западом, мы понимаем, всегда идут, да, постоянно, это надо понимать, и на этих неофициальных контактах они предлагают разные варианты, вот один из вариантов, посмотрите, давайте мы не будем аннексировать, давайте вот Медведчук, ведь смотрите, Илон Маск, помните, писал в своем твиттере, что за партию Януковича там проголосовало, значит, 35 процентов или сколько, в 2012 году, это писал Илон Маск, вот давайте же, вот смотрите, вот она сам, это сам партия Януковича, мира, как ее называют Медведчук, вот то партия войны, у них будет Украина войны, а у партии мира будет Украина мира, вот такой вариант, они предлагают Западу разделить Украину на две страны, и вот та вторая страна будет во главе с Медведчуком, там, Азаровым и Януковичем, неважно сейчас с кем лично, да, ну, под управлением партии мира, но это мирные переговоры, это вариант, они в свое время такое получали, они получали такое, их признавали в таких ситуациях, ведь они добились же, например, Финляндии, 40-го года, они в этом селе провозгласили Финскую социалистическую республику сразу, назначили какого-то президента всей Финляндии, в этом селе маленьком, и дальше, как договор был подписан, который вот в результате, да, вот этот кусок, он и стал этой самой новой Финляндией, ну, которую они тогда назвали Карело-финской автономной, не автономной, социалистической республикой, потом ее упразднили, то есть включив в обычный состав, поэтому для них это привычная, привычная модель поведения совершенно, и там, и немцы так делали в свое время, ну, все так делали, называется, вот они так и делают, я надеюсь, что у них не получится по одной причине, что времена другие, но это я надеюсь, я пока не знаю на 100%, эти люди столько зла принесли на нашу землю, что я вообще не понимаю, каким образом их можно воскресить, надеюсь, никаким, и под конец, знаете, хотелось бы резюмировать, Кадыров опять выполз откуда-то, и прям вот такую речь льстивую Путину произнес, и вот даже в рай готов, в ад не готов, в ад-то мы пойдем, да, все, а вот он в рай готов пойти, его не было, он был в каком-то якобы отпуске после своего прямого эфира, и тут он вдруг появился, к чему это, он по шапке получил в очередной раз, или вдруг в первый раз? Нет, у него был важный месседж во всем этом, я не знаю, честно говоря, это все одно выступление или разное, я же не смотрю их подряд, да, но вот среди того, что я видел за последние там сутки, за последние двое суток, да, там был важный месседж от Кадырова, который звучал следующим образом, Россию не может проиграть, потому что, если что, то Россия кнопку просто нажимает и будет салам алейкум, помните, да, он такое сказал, салам алейкум. В рай, только мы в рай, а вы в ад. Да, вот именно что салам алейкум. Мне это прямо напомнило, как когда-то, премьер-министр Киргизии такой был Даниил Русенов, выступал после свержения президента Акаева, в Кыргызстане революция случилась, свергли Акаев, значит, выступает новый премьер, вот первое выступление, там все, он не президент, а не премьер, и говорит, мы сейчас проведем расследование деятельности семьи Акаева, где они что украли, потому что мы, говорит, вот взяли список, и это он все по-русски в парламенте, в киргизском парламенте, в Жигаркуке Наши, зачитывает, посмотрите, у них активы, значит, Соломоновые острова, Багамские острова, Британские острова, хорошо, что на Иссыкуле нет островов, а иначе был бы полный салам алейкум. Вот, я вспомнил, что вот этот полный салам алейкум, видимо, это означает вот то, что имел в виду Кадыров, мне сразу пришла такая политическая параллель, они сейчас снова, и Путин снова напомнил где-то про ядерное оружие, и Кадыров сейчас про ядерное оружие, то есть они снова угрожают. Ну, смотрите, очень простая схема, да, вот мы угрожаем, мы угрожаем чем? Ядерным оружием, Путин, Кадыров, мы угрожаем тем, что 600 тысяч человек с пяти направлений одновременно к Иларионов, да, вот они одновременно кучу всяких угроз бросают, и одновременно новый мирный план, вот вам Медведчук, смотрите, вот вам Запад, вот вам альтернатива, вы что хотите? Дать свои танки Леопард, Челленджер, БМП, ну, это самое, БМП, не Мардер, Мардер там тоже, да, Брэдли, да, и так далее, и воевать, и получить полный салам алейкум, или вы все-таки возьмете вот нашего Медведчука, пусть пыльный, но какой-то, вот выбирайте. Ну, выбор жачий в виде танки. Это для вас, нет, это для вас и для меня, а для западников, а вот сегодня был опрос, вы видели, что сколько там, ну, достаточно большой процент в Европе, например, за то, чтобы Украина уступила территории, в смысле, в Германии и в Австрии большая часть населения за то, чтобы Украина подарила территории России, чтобы остановить войну, большинство, и меньшинство за то, чтобы война продолжалась, но при этом, к счастью, одновременно, большинство за то, чтобы передавать вооружение, чем мне, то есть, на другой вопрос, отдавать оружие или нет, да, большинство задавать оружие, но и большинство, в которых было проведено исследование, по-моему, в трех, большинство за то, чтобы Украина отдала территории. Михаил, как думаете, вот вы как политтехнолог, у России хоть что-то получится из их вот этого плана, о котором мы только что говорили, Иларионов, плюс наступление, плюс ядерка, плюс медведчуки? Хоть что-то у них получится? Потому что сейчас в Польше уже анонсируют митинги против помощи Украины, например. Я не знаю, насколько он состоится, но его уже анонсируют. Обязательно состоится, это те же россияне все устраивают, не надо париться, значит, нет, ничего не получится в этот раз. Вообще, когда-нибудь, может, и получится. В этот раз не получится, ну и, скорее всего, дальше не получится. Почему сейчас не получится? Потому что они разбомбили Днепр, потому что там погибло 46 человек, потому что это видел весь мир, это последняя картинка. Это все знают, что вот либо так, либо мы даем танки. Вот и все, а не вот это все. Статью Медведчука прочитало ноль человек, причем, поверьте, даже в аналитических центрах, все аналитические центры мира читают эту статью. Когда пишут Медведчук, все забивают на этот пример. Вот картинка из Днепра, а вот танки. Вот так все это будет взвешиваться. И поэтому сейчас это так. Вообще, мирные жители Украины находятся под ракетами. Я понял, зачем. Вот я понял, зачем я в Киеве сижу. Знаете? Мы живая мишень, нам, когда попадают, нам оружие дают. То есть мы не зря здесь сидим. Ну вот я прям почувствовал такую ответственность, да. Сижу, жду. Вдруг попадут, попадут, нам танки будут, или ракеты будут, или самолеты. Ну, по-разному. Ну, а что делать? Ну, так получается, не зря, да? Ну, и... Я с ними не могу не согласиться, да, опять-таки. Как всегда. Грустная, тяжелая, но вот так и есть. Но одна маленькая деталь. Сейчас напоследок оптимистична. Вы знаете? Вот в этот раз так. Вот тут картинка Днепра, а тут картинка танка. Но знаете, такая картинка будет всегда. Знаете, почему? Потому что в России полные идиоты и кретины. Просто дебилы командуют армией и страной. Вот просто идиоты. Они всегда насрут сами себе и примут самые плохие решения. И всегда где-нибудь дооблажаются. И мы это наблюдаем уже 11 месяц. Поэтому так будет всегда. И таков будет их конец. Спасибо вам огромное. Михаил Шейтельман. Программа «Аргумент». Ютуб-канал «Униан». Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на Михаила Шейтельмана. Ссылку вы найдете в описании. Михаил, спасибо вам огромное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok